БИС-ТВ Насколько же адекватна эта сумма угрозе, которую представляют киберпреступники для суда и других важнейших институтов государства? Кибертерроризм уже давно перестал быть простой выдумкой, сюжетом научно-фантастических романов или высокобюджетных боевиков. Ежедневно электронным атакам подвергаются десятки коммерческих предприятий и государственных учреждений, а новостные ленты пестрят сообщениями о взломах сайтов и информационных систем по всему земному шару. Цели подобных атак разнообразны. Это хищение персональных данных и экономических сведений, промышленный шпионаж, дестабилизация работы организаций, а порой и просто внесение хаоса, кибертерроризм как таковой. Преступников не останавливают государственные границы, и в современных глобальных информационных сетях угроза кибератак актуальна для всех стран. Более того, за последние месяцы стало известно, что на международной арене кибератаками занимаются не только рассредоточенные группы злоумышленников, но и особые подразделения спецслужб некоторых государств. Гонка кибервооружений и перспектива глобальных войн в виртуальном пространстве беспокоит многих аналитиков и футурологов. Ни у кого не возникает сомнений, что пострадавшими в результате виртуальных боевых действий окажутся простые граждане. Это клиенты банков, чьи счета и полтежи окажутся скомпрометированными, пользователи социальных сетей, чьи персональные данные попадут в руки киберпреступников, и абоненты телекоммуникационных сервисов. Своё мнение о том, насколько актуальна сегодня угроза кибертерроризма, особенно в банковском секторе, и как она отразится на жизни простых граждан, высказывают эксперты БИС-ТВ. Актуальность этого явления подтверждают ежедневные сводки и по телевидению, и по радио. В частности, вот те события, которые происходят в финансовой сфере, когда огромные деньги теряют и граждане, и компании от атак на банковские финансовые структуры, с одной стороны. С другой стороны, это знаменитый стакснет, который остановил на какое-то время иранскую ядерную программу, и, как мы знаем, говорят, что это дело не просто рук каких-то одиночек, это очень серьезная подготовка в течение пяти лет, или, может быть, даже большего срока, государственных структур и серьезных программистов. Поэтому граждане это могут почувствовать в самых разнообразных формах. И одно из масштабных отключений электроэнергетики в Соединенных Штатах Америки как раз произошло, вот как говорят, в результате одного из таких террористических актов при помощи компьютерных атак. Угроза постоянно растет. И если буквально 5-6 лет назад эта угроза была совершенно неактуальна, сегодня мы все понимаем, с точки зрения техники и технологии, реализовывать угрозу кибертерроризма уже можно достаточно просто за незначительные деньги. Сегодня она уже очень актуальна, и в будущем будет только расти. В настоящий момент мы все прекрасно понимаем, что команда, в общем-то, средних даже подготовленных ребят из 3-5 человек может сделать такую целевую атаку, что последствия устранять будет не просто дорого, но и последствия эти неизвестны и непонятны, их даже сложно оценить. Простые граждане на данном фоне будут, естественно, выглядеть жертвами, и пока не ясно. Вопрос ведь в том, куда будет приложение усилий, будет ли это приложение к энергостанциям, к водоочистным сооружениям. То есть, естественно, пока вот точка приложения не ясна. Для нас, как для нефтяной державы, для газовой державы, особо актуальны вопросы, связанные с добычей и передачей газа на нефтепродукты. Мы получаем реальную, я считаю, угрозу использования средств, добытых посредством инвестиционного банковского обслуживания, эксплуатации каких-то уязвимостей для финансирования, в том числе, и терроризма. Требования со стороны регуляторов в отношении банковского сообщества отсутствуют именно по противодействию такому терроризму. Если мы возьмем в целом банковскую систему нашей стороны, условно говоря, в разрезе 80 на 20, то абсолютное большинство банков, которые предоставляют услуги банковскому обслуживанию клиенту, там, различным образом идут в телесервис и так далее, это банки, там, назовем так, банки средней руки, у которых есть маленький канал связи, там достаточно неразвитая инфраструктура именно по IT-технологиям. А вскрыть эту систему, умеючи, очень просто, еще проще эту систему обрушить. Достаточно организовать массированную распределенную атаку и, в общем-то, 80% банков, особенно в регионах, они, в общем-то, перестанут предоставлять свои услуги населения. Это реальная опасность, но пока нигде это в требованиях регуляторов не отображается. Для предотвращения подобных угроз сумма в 100 миллионов рублей не кажется чересчур завышенной. Ведь, по словам Ольги Егоровой, затраты Мосгорсуда на отражение атак хакеров, начиная с 1 августа, уже достигли суммы с 8 нулями. О возможных последствиях взлома информационных систем судебных инстанций можно даже не распространяться. Следует надеяться, что государство все-таки выделит необходимые средства на защиту своих ключевых институтов, в том числе судов, от киберугроз. А злоумышленники, атакующие виртуальный храм Фемиды, проникнут внутрь только для того, чтобы сесть на скамью подсудимых. БИС-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова